Мы сегодня беседуем с Ириной из Москвы, и у Ирины, наверное, есть какие-то вопросы. Добрый день, Равдавит, очень рада вас видеть снова. Да, я в Москве, нахожусь дома. Сегодня в нашей семье события, день рождения. Мы традиционно отмечаем, дарим подарки, желаем всего хорошего. Вопрос мой будет связан напрямую с этим. Обращусь к Торе. Нигде не нахожу, чтобы сказали, вот день рождения, справляйте вот так или не справляйте вот так. Конечно, это очень важный день. Мы отчитываем 8 дней, делаем обрезание, бармитсва, батмитсва, когда ребенок еврей уже может полноправно исполнять заповеди Торы. Это очень важное событие. Но как к этому относиться, как правильно справлять, что желать уместно, и вообще какие делать подарки? Пожалуйста, поясните на эту тему. Смотрите, это не случайно, вы не находите ничего в Торе про день рождения, потому что только пару, единственное, кто справлял день рождения в Торе, это фараон, когда была история с веночерпием и пекарем. Когда он одного казнил, а другого, наоборот, потом помиловал. Но день рождения, годы жизни считаются часто. Допустим, про Сару написано, вот годы жизни Сары, 7 лет и 20 лет и 100 лет годы жизни Сары. И вообще считаются часто, сколько человек прожил, это да, мы видим, считается. Поэтому, когда мы говорим про празднование рождения, его суть празднования, это возможность подвести итоги и посмотреть, что человек хочет. Какие-то, ну, поблагодарить, во-первых, Творца за год прошедший, увидеть много хорошего, как он помог ему во всём. И в итоге года, да? Да. Да, и наметить себе на будущий год, как мы хотим продвигаться, в чём мы хотим успеть. Потому что, в самом деле, благодарность за прошедший год, она велика. Да, сколько была возможность одеть филинов, сколько была возможность делать митцвод, да, прочитать Тору, делать хорошие поступки. Да, просто 365 дней. То есть, есть за что отметить. Это не просто собраться и сказать, вот, мне там 20 лет или 30 лет, и выпить, и закусить, и так далее. А именно, поблагодарить Творца за пройденный год и просить у него на будущий год тоже много, ну, то, что мы хотим успеть. Интересно, если вы спрашиваете про пожелания и про подарки, то, конечно, все желают здоровья, счастья, успехов, но мне хочется пожелать вашему имениннику семейному и подарить ему, да, это притчу царя Соломона, слова царя Соломона из притчи. Статисты, смотрите, статисты, они все время пытаются посчитать, сколько человек живет. Они говорят так, человек спит 8 часов, работает он сколько? 8 часов. На дорогу он тратит час туда, час обратно, да, уже 18 часов. Остается еще 6 часов, ему надо поесть, постирать, искупаться, делать какие-то свои дела, сходить в банки, да, сходить в магазин за покупками. Да, сколько ему остается для личной жизни? Они говорят, что в течение дня это может быть 2-3-4 часа в зависимости, выходные больше. Да, и получается, что он живет в неделю, это может набраться 30 часов, 20 часов, у кого как, смотри, как человек, сколько он работает, и в месяц и так далее. То есть по статистам человек очень мало живет, потому что они считают только те моменты, когда человек делает то, что ему сейчас нравится. Если он может сесть спокойно на диван и почитать книгу, то он сейчас живет. А если он стоит за станком или за компьютером и делает работу, то он, получается, тратит время, а он будет, ну, умный, это не значит, что он живет. А вот царь Соломон говорит нам такую притчу. Бехоль драхейха де эу, вуя шер орхотейха. Всеми путями познай его, и он выпрямит твои тропинки. Он говорит так, что если человек работает 8 часов, чтобы заработать деньги, чтобы деньги вести кошерный образ жизни, купить кошерную еду, строить семью, покупать одежду, давать сдаку, помогать бедным, тогда и эти часы работы ему тоже засчитываются за этими сводами. Да, например, он заработал деньги, пошел купил кошерную пищу, значит, то, что он работал, тоже ему считается, как будто он ел эту кошерную пищу. И то же самое, он ехал час на работу и час с работы. Это не просто то, что он потерянное время, что он в метро или в автобусе ехал или в машине. А это все было на работу, а работа была ради денег, которые он потом тратит, чтобы вести еврейский кошерный образ жизни. Да, он идет спать, чтобы утром встать, у него были силы одеть филин, помолиться и делать хорошие дела. То сон 8 часов ему засчитывается за то, что он потом делал, за эти медсот, которые он потом делал. Да, он ест, сидит, да, и ему засчитывается, это не просто, что он ел, а затем медсот, он набрался сил, энергии, идет делать какие-то важные, хорошие дела, ему тоже засчитывается за медсот. Таким образом, вообще нету потерянного времени. Человек идет покупать машину, да, он там стоит, идет в гараж, там делать тест на машину, там проверки разные. Это все ради чего? Чтобы потом на этой машине возить семью, опять же, да, вести кошерный образ жизни, помогать другим, подвозить кого-то, то это все считается за тем медсот, который он потом и сделает. Да, потому что в наше время, понимаете, время на понятие на самом деле относительное. Человек может пять лет, человеку там сорок лет, один пять лет сел в тюрьме, а другой пять лет был на курорте, и каждому из них сорок лет. Как мы считаем, кто сколько прожил, сколько кому лет. А вот Царь Соломонос учит, что года идут, они считаются потому, насколько человек их наполнил, и они остались навсегда с нами. То есть это время, оно перейдет в будущий мир, да, и это будет не потерянное время, а это время, которое... Мы делали митцвод, желание Всевышнего, и это время жизни, и оно перейдет потом в будущий мир. Поэтому я не знаю большего подарка, чем само время имениннику, подарить время, сказать ему, что твое время, оно самое ценное. Ты следующий год свой, если будешь просто правильные намерения, у тебя будут идешь спать, а ради того, что у тебя были силы делать хорошие вещи, хорошие дела, митцвод, мы превращаем его сон, его еду, его работу, его учебу, превращаем все в митцводу Маасим Товим, заповеди в хорошие дела, и получается, его все время, оно превращается во время жизни, которое идет с ним потом в вечность, даже после 20 лет, когда он уходит в следующий мир, это все время останется с ним навечно. Поэтому и пожелания, и отмечания должны быть в одном стиле. Отмечаем мы, не просто вечеринка или что-то, отмечания, это то, что мы ценим, то время, которое мы использовали правильно в прошлом году, и благодарим за этого Творца. И мы рассчитываем, надеемся, получаем от других благословения на год будущий, чтобы мы еще больше могли успеть и потратить правильно время. Это самое ценное, что у нас есть. И в этом есть пожелание, чтобы вашего именника в семье и у всех других именников следующий год был полностью годом жизни. Спасибо. Все очень серьезно, ответственно оказывается, но вместе с тем и радостно. Спасибо вам большое за ответ. Есть над чем задуматься. Спасибо. Всего хорошего. Всего доброго. Все?